13 июля в Доме правительства Республики Адыгея состоялось заседание оперативного штаба, по результатам которого, руководствуясь рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике, приняты решения о введении временных ограничений для предотвращения COVID-19. По завершению республиканского заседания в зале администрации Кашхабрского района прошло подобное мероприятие. По поручению главы района заседание прошло под руководством первого заместителя главы района Руслана Емыкова. На мероприятии присутствовали начальники управления и отделов администрации района, руководители хозяйствующих субъектов, организации и ведомств, главы сельских поселений. Вначале был засушен доклад главного специалиста отдела по делам ГОИЧС Руслана Тхагова о санитарно-эпидемиологической ситуации в районе. На территории Кашхабрского района на сегодняшний день зафиксировано 1974 случая, действующих очагов 27. Больных 42 человека. За сутки прошедшие. Добавилось 6 человек. Рост идет. 12 июля на заседании республиканского апрештаба в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора было принято решение обведения ряда ограничительных мероприятий на территории Республики Адубея для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, такие как временное приостановление проведения массовых культурно-досуговых спортивных мероприятий, усиливается контроль за деятельностью заведения общепитов, вводятся дополнительные требования к персоналу общепитов. Сотрудники старше 65 лет и лица, не имеющие иммунитета после перенесенного заболевания, либо вакцинации, переводятся на дистанционный или иной способ работы, без контакта с населением. Кроме того, ужесточается контроль за соблюдением социального дистанцирования, масочного режима и других требований в местах массового скопления людей. Допуск к работе с населением лиц, переболевших ковид не более полгода назад или прошедших полный курс вакцинации. Итогом заседания районного оперштаба стало решение об ужесточении ограничительных мер. Так, временно приостановлено проведение массовых культурно-досуговых, зрелищных спортивных мероприятий, свадеб и т.д. За исключением мероприятий, проводимых органами государственной власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления и подведомственными ими учреждениями. При этом на указанные мероприятия допускаются только лица, имеющие иммунитет после перенесенного заболевания, либо вакцинации, или лица с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за три дня до мероприятия. Аналогичные требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного теста будут предъявляться и к сотрудникам, и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению. Усиливается и контроль за деятельностью заведений общепита, вводится дополнительное требование к персоналу. Предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, к 19 июля 2021 года должны обеспечить допуск к работе с гражданами только лиц, не более полугода назад переболевших или привившихся против новой коронавирусной инфекции и имеющих соответствующий сертификат. Сотрудники старше 65 лет и лица, не имеющие иммунитета после перенесенного заболевания либо вакцинации, переводятся на дистанционный или иной способ работы без контакта с населением. Кроме того, будет ужесточен контроль за соблюдением социального дистанцирования, масочного режима и других требований в местах массового скопления людей на предприятиях. Отдельно были обсуждены вопросы усиления темпов вакцинации населения и работы комиссии по контролю за соблюдением нормы Роспотребнадзора. Касаемо иммунизации, было отмечено, что именно этот шаг на сегодняшний день является решающим в победе против вируса. Особое внимание Руслан Емыков поручил уделить информированию граждан о вакцинации в борьбе с пандемией. Также ответственным лицам было поручено усилить работу комиссии по самому жесткому контролю за соблюдением норм и правил Роспотребнадзора как в торговых объектах, объектах общественного питания и строительства, так и при проведении похоронных обрядов.